Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергей Баярковым. Я тут художник, который можно видеть каждого. У нас на этой неделе начинается официально ползучая кадрово-экономическая катастрофа. Надо срочно выносить изменения в закон про мобилизацию. Мы сейчас поговорим о причинах и следствиях, разберем эту тему. Начинать надо, конечно же, с того, как реагирует эта власть на советы профессионалов. У меня есть один знакомый, он профессор, он специалист своей области, один из лучших в стране. Он как-то пришел на комитет Верховной Рады. Он уже, по-моему, четвертую или пятую раду ходит на комитет и дает разъяснение народным избранникам в своей области. Вот в этой раде, когда он с коллегами пришли, чтобы дать советы, что вообще делается, чего не делается в этой области, он услышал поразительный ответ. К нему подошло молодое чмо. По профессии это молодое чмо профессиональный безработный. И вот этот профессиональный безработный подходит к профессору, причем на мировом уровне признанному, и говорит ему, на ты! Говорит, что ты мне тут паришь? Ты что, знаешь, кто я такой? Ну, в наступившей тишине это молодое чмо достает свою корочку. Говорит, я, народный депутат Украины, ты понял? Ты понял, кто я такой? Вот это чмо сейчас руководит нашей страной. И когда ему профессор говорит, что есть вещи, которые делать нельзя, а надо делать так, потому что если не так, то опыт человечества доказывает, что все будет по-другому, это чмо говорит, меня народ выбрал, меня, чисто мне права выписаны, поэтому я здесь царь горы, что мне твои профессорские советы, у меня есть депутатский мандат. Вот это приблизительно, ну, вот та основа, на которой стоят безумные законы. Теперь приступаем к разборам самого закона. Смотрите, во-первых, общественный транспорт, равно как и грузоперевозки, находится просто под угрозой. И это даже не самое страшное. Я понимаю, что там день, два, три неделя будет издан специальный циркуляр, запретят забирать водителей, пожарников, МЧСников, наверное, работников критических инфраструктур, но тут надо бы сделать ремарочку, а почему этого не сделали до принятия закона, почему в публичном поле это не обсуждалось, хотя оно обсуждалось, но решение не принималось, потому что нет такой большой проблемы, которая появилась не из-за тупого, простого решения. Когда предлагается простое решение, то в перспективе обязательно накроет большая проблема. Только глупый человек считает, что сложные проблемы можно решать простыми решениями. Простые решения – это путь к большой катастрофе. Очень часто. Потому что, когда там Ленин или Гитлер предлагают простое решение своему народу, чем это заканчивается, мы с вами знаем. Мы с вами видели это много раз. Процветающую относительно Венесуэлу, там не все было, конечно, так хорошо, как в Америке, в Соединенных Штатах, но тем не менее, по сравнению с тем, что сейчас, это было процветающее государство с высочайшим уровнем жизни, но им предложили простое решение. Они получили простое решение. Они расхлебывают до сих пор. И вот это… Давайте сейчас опять по закону про мобилизацию. Кроме того, что начнут увольняться, начнут уже массовое увольнение работников, потому что они придумали такую дырь, что если раньше можно было просто приказом оповестить по предприятию, копию приказа направить куда-то, я уже не знаю, в ТЦК или еще куда-то, с руководителя предприятия снималось ответственность. А сегодня он должен лично чуть ли не доставить в ТЦК своего работника за шкварней. А если этот работник не доставился и не пришел, то руководителя предприятия, руководителя бизнеса штрафуют. Ну, во-первых, это колоссальная коррупционная схема. Все это сделано для того, чтобы всюду по всей стране начали брать бабло. Потому что придет проверка, скажут, чувак, позолоти ручку, а то по полтосу гривен, по 50 тысяч гривен с работника, ну ты попал. Давай с половинки мы разберемся. Все. Вот какой будет результат. Работников уже увольняют массово. Они все уходят в тень. Экономика получит колоссальный удар по почкам. То есть удар в печень будет следующим. Потому что неуплата налогов, черный нал, ведут к тому, что даже если вы через месяц, через две недели, все это отмените, то уже колоссальная часть людей, которые перескочили вот с легального положения на нелегальное, с белой зарплаты на черную, то есть вообще на никакую. Человек не числится. Человека нет. Он не работает. Мне уже говорили многие руководители разных структур, начиная от сетей супермаркетов и заканчивая простой автомойкой или авторемонтной мастерской, шиномонтаж с всеми делами. Они говорят, что мы не представляем, как нам удерживать людей, потому что часть, которые уже наслушались рассказы своих знакомых, они говорят, просто сядут дома, что-то они накопили, собрали, подсобрали. Дали же время кому-то продать машину, кто-то продал какую-то квартиру, дачную участок. Они накопили денег, получили денег каких-то, что-то продали, садятся дома или уезжают на дачу и просто тупо, как минимум на 2-3 месяца выпадают в осадок из поля государства. То есть найти их будет просто невозможно, потому что вы же не можете просто вломиться в дом с обыском, не имея на это ордера. Да потом, есть же места, куда особо-то и не вломишься. Вы что будете? Ходить по городу двери в квартиры выбивать? Какие проблемы? У нас сейчас человек может просто купить другой телефон, вы его что будете? Через СБУ там по соте вычислять. Это тоже нереально, потому что можно пользоваться чужим телефоном. Опять, поймать можно кого угодно. Я понимаю, но только это не в количестве сотен тысяч. Потому что когда это тысячи, тысячи и тысячи, вы их просто не найдете, они исчезнут. Вместо того, чтобы идти здравым путем, вы помните, что я сказал в начале? Надо было посоветоваться с профессором, ну, грубо говоря, с любым специалистом, посмотреть опыт других государств, которые оказывались в такой ситуации. То есть надо не корочкой простого решения махать перед носом, а надо включить мозги и изучить вопрос, как он решается. Не дурноватое простое решение. Вот, как говорится, в голову пришла мысль и до сих пор там ищет мозг. Вот что произошло с нашей властью. С ней произошла классическая ошибка дурака. Потому что дураку кажется, что мир устроен просто. Дураку кажется, что ему все понятно. Ребята, когда человек понимает мир, в котором он живет, ему все ясно. Да. Это первый признак идиота. Потому что, как только перед человеком разумным ставится практическая задача, он начинает с того, что он изучает вопрос, начинает учиться, вникать в него, преодолевать свое незнание, превращая его в знание. То есть это называется обучаемость. Ну, как я уже не один раз говорил, в 19-м году с дуром выбрали необучаемое стадо клоунов, которые вот так вот себя ведут. Объясняйте, рассказывайте вашим друзьям, знакомым, о том, какова реальная ситуация. Те, кто отравлен единым марафоном, у кого украли свободу слова, и он по этому поводу не страдает, нам надо с вами доносить, это наша миссия, правдивую информацию. Поэтому подписывайтесь на мой канал, напишите, что вы думаете в комментариях, лайки, репосты, а победа будет за нами, потому что за каждого из нас персонально не заширение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!